А это подсыпать, чтобы корни не были видны. А земля, если сядет, будут корни все видать. Эти яблони теперь будут красоваться в одном из дворов микрорайона Солнечный. Местные жители говорят, дело очень нужное, ведь за предыдущие более чем 30 лет здесь не появилась ни кустика. Это очень здорово! Если бы еще везде во всем Крышноярске провели такие акции, представляете, какой бы был красивый город, цветущий! Зеленые уголки в шаговой доступности – это лишь одно из направлений. Ведь важно наладить и активный контроль за благоустройством дворов и скверов. Победители голосований в районах Красноярска. Они обретут вторую жизнь благодаря федеральной программе формирования комфортной городской среды. А это 153 двора и 11 скверов. Там, где этот проект реализуется качественно, он служит поводом для сплочения соседского сообщества, появления его и неравнодушия. В рамках программы будет развиваться еще один проект – Енисей для всех. Его цель – очистить речные берега и организовать экологические патрули. Наши коллеги подготовят соответствующий график субботников. Я его, соответственно, утверждаю. И у нас пойдет уже в отдельном регламентном мероприятии проведение комплекса этих акций по субботникам. По телефону горячей линии, которую вы видите на экране, можно получить информацию о местах и времени проведения субботников. Новый проект призван объединить горожан самых разных поколений. Особое внимание уделено экологическому воспитанию молодежи. Ведь, как показывает опыт, перестают мусорить там, где сами горожане наводят порядок. Диана Хатяшвили, Алексей Овсяников. Новости.